Я работаю в 39-й поликлинике, являюсь заместителем главного врача. Это работа административная, больше работа с документами, но в сложившейся эпид-обстановке я могу даже спуститься и сесть на приём с врачами и просто проводить приём, принимать пациентов, у которых есть признаки ОРИ, либо пациенты, которые находятся на листках нетрудоспособности. Когда я переболела коронавирусной инфекцией, это личный опыт считается. Ну, как-никак, есть опыт положительный, есть отрицательный. Когда пациенты до того, как я болела, приходили и говорили, вы знаете, это такая интересная инфекция вирусная, я не понимала, в чём интерес вот этой инфекции, что реально вот это слово «интересная инфекция». Да, но когда ты сам переболел, это не обычная ОРИ, это не бронхит, это даже не воспаление, это вот действительно интересная инфекция. Если пациент реально болеет коронавирусной инфекцией, то я теперь понимаю, что такое слабость, потому что это не хочешь ни руку, ни ногу поднять, потому что всегда хочешь спать, лежать. Коронавирусной инфекцией я заболела в конце прошлого года. Начало заболевания было острое, у меня в первый день поднялась температура. Были такие признаки ОРИ, заложенность носа. Температура подержалась только первый день, на высокой температуре, там, 38,2. На следующий день и все дальнейшие дни в течение недели у меня была такая субфибрильная температура 37,2. Самым основным симптомом у меня была эта очень сильная выраженная слабость. Где-то на день 5-6 у меня появился сухой кашель с незначительной болью в грудной клетке. Когда у меня появились эти первые признаки, я начала обильно пить жидкость. Я целыми днями лежала на животе, чтобы у меня не было пневмонии. И в дальнейшем все-таки вот это лечение дал свой эффект, потому что на 7-8 день я сделала КТ органов в грудной клетке, и у меня не было воспаления легких. Коронавирус, он сейчас не щадит даже молодого. То есть сейчас больше процентов поражения населения 20 до 45 лет. Я бы убедительно попросила пациентов, во-первых, придерживаться рекомендаций врача. А во-вторых, хотелось бы обратить внимание пациентов на то, что они должны использовать маски в транспорте, в местах скопления людей, в магазинах. Понятно, если пациент по улице идет, он может идти без маски и соблюдать социальную дистанцию. В эту волну мы увидели, что все-таки реально вакцинация работает. Поэтому вакцинация – это один такой вот истинный путь, который позволит, если вы все-таки заболеете коронавирусной инфекцией, то она будет в легкой форме, но максимум в средней форме. Рекомендаций, конечно, от медиков, как обезопаситься от коронавирусной инфекции, сейчас много. Но каждый человек решает сам, как поступать ему со своим здоровьем и со здоровьем окружающих. Лично я привилась в апреле месяце, и сейчас уже есть мысли, что вот жду, когда можно будет делать ревакцинацию. Чтобы защитить не только себя, а защитить еще своих родных и близких, которым я прихожу каждый день домой. Субтитры создавал DimaTorzok